Карты, схемы в полную краску. Дети, как у вас дела? Дети, я все еще ваша мама. Но она официально разрешила ходить с планшетом, с ноутбуком. Аплодировали. Ааа, записали. Дети, это вообще колледж или нет? Кот, кто у нас успешно ученит? Да я вчера акобанил, когда ты читал этот сшиток. Да, и что ты думаешь? Короче, это как в банковском договоре. Да, я вышла на курсе 114. Книги стоят очень дорого, но мы практически все купили. И последнюю, вот сегодня на последнем уроке я узнала последнюю книгу, которую мне нужно купить. Я проверила на Амазоне, она стоит 48 долларов, а девочки... Много? Нет, многое, наверное. А девочки покупали в колледже в магазине 32 или 33. В общем, получается, почему-то выгоднее в нашем уроке купить. Так там ты ее купишь или купил? Да, нет, нет, я ее сегодня не купила, я схожу ее куплю. Ну, короче, на следующей неделе она прям не критичная и не горит. За это там махал один. Ааа, так. А, ну и, в общем, у нас учительница по успеху, да, парень ушел среди уроков, в принципе, не принято объяснять кому-то, куда уходишь. И все эти учителя это как бы нормально понимают. А она сказала, что, типа, я не разрешаю во время урока выходить. И в туалет тоже нельзя. Потому что ты дважды, типа, ну, destroy, cross, типа. Вокруг тебя, говорит, рядом с тобой может, допустим, сидеть человек, который тяжело тебе концентрируется. Ты встаешь, шаркаешь с дуром, уходишь. Потом, если ты сидишь не с прохода, а, там, в четвертом ряду, да, ты, извините, я присяду через всех проходить. Ну, честно говоря, вот я помню, когда мы ходили в Адалтску, то меня тоже немножко вырубало вот это вот хождение-прождение. Честно говоря. Там то в туалет, то позвонить, то кофе сделать. Вообще-то, ну, вот как на Мазарина каком-то было. Мне это тоже не нравилось. Сереж, ну, а давай будем откровенны. Когда мне звонили со школы тогда с Катаринкиной, и что мне там, блин, надо было? Не, подожди, Зайка, ну, дело в том, что там, ну, просто вообще вот. Надо, я считаю, что в туалет ходить можно. Я, блин, я считаю, что, конечно, извините, профессор, вы не заварите мне макароны, это перебор. Но в туалет, мне кажется, можно будет. Ну, конечно, что-то надо, какое-то движение делать, ну, разрешать. Ну, ну, как в школе было, блин, там, конечно, понимаешь, ну, вообще. Поэтому, с одной стороны, я ее понимаю. И, в общем, к чему я это веду? Что удивительно, на это здание, оно, по-моему, у нас трехэтажное, да? Один женский, один мужской туалет. Обычно их много в здании, пять, семь, восемь туалетов. И, в общем, в этом здании, когда с большего пары совпадают, все время в женском туалете аншрак туда не зайти просто. Я знаю, что рядом с соседним нашим, где у нас Чарл Деверлокмен преподают, что там никогда аншраков не бывает. Мне проще пройти там полтора метра и зайти в соседнее здание. Я захожу, это еще было до начала урока, смотрю, блин, люди ходят в одинаковых майках, да? Я прочитала, написано, я выжила на курсе 114. Чарл Деверлокмен 114. Я думаю, блин, что за фигня интересная такая, да? Ну, все, пошла я в букстор, туда-сюда, начинается у меня урок. Приходит профессор Сервантес, Синтия Сервантес. У которой ты уже училась? У которой я уже училась. Это, которая мне, держа у меня в легком напряжении, я не знаю, какая там оценка будет. Ну, короче, кто смотрел, тот, ну, в общем... В курсе, а кто хочет, пересмотрите, пожалуйста, прошлогоднее. В общем, и она такая говорит, если, говорит, вам, говорит, до этого кто-то говорил, что это самый сложный, самый ужасный курс, который можно взять, тем более со мной, и такая пауза. Она говорит, поздравляю, вы все зачислены в этот класс. Ну, и мы такие смотрим на нее, она говорит, да, это будет тяжело. Это будет сложно. Будет сложно всем. На этом курсе нету, говорит, кому не легко. Даже мне, говорит, сложно, потому что я должна всю вашу эту, типа, описанину проверять. Но вы, говорит, отсюда выйдете профессионалы. Я вас, говорит, уделяю. И потом, я не знаю, или она договаривалась с девочкой этой, что она зайдет, эффектно появится, да, или она шляла, ну, ходила по коридору, потому что, ну, заходит иногда, там кто-то кому-то перемахивается, да, и она такая, ну, типа, прошу. И это старую мальчику развернула, такая. И она, говорит, типа, welcome, типа, на курс, поздравляю. Так мальчику выдавать будут потом, если кто-то прошел или как. Вот. И потом она говорит, что эта, если вы пройдете этот курс, она, говорит, я вас уверяю, говорит, что все остальное, что вы будете брать для достижения своей будущей профессии, да, вы будете делать вот так вот, вот так вот, говорит, вы не будете, говорит, прямо, говорит, сосредоточиться. Вот если вы пройдете, говорит, поздравляю вас, вы практически устроились на работу, а если нет, говорит, то вы можете взять курс еще раз. Так, а вот этот класс, который как бы было бы хорошо взять перед этим, но нам не подходил по расписанию, тоже она ведет? Да. Но он легче. И те классы, которые онлайн нужно будет брать, тоже она ведет. Ну она видишь специалисты. Незаменима. Боже мой, она такая, говорит, я сегодня немножко дестроит, говорит, но это, говорит, уже легче, чем, говорит, было в понедельник. В понедельник мне, говорит, надо хотелось, короче, говорит, я еще ребенка кормила в 3.45 утра. У нее ребенок же маленький, не помню, да? Говорит, а в 4.30 я уже планировала быть в кампусе, я думаю, еще одна преданная профессии до безумия. В 4.30 утра? Да, она была уже в кампусе. Офигеть можно? Ну как я понимаю, она гильотину там где-то устанавливала для тех, кто. Ну она, понимаешь, она, да, вот такая тоже повернутая, да. Как она говорит, сегодня мы обсуждали какие-то, ну такие вопросы, мы опять же расписание это смотрели, все. Ну она, она с другой стороны многое разрешает. Она говорит, мне все равно, говорит, по какой причине вы уходите из класса. Мне, говорит, не важно, вам звонит муж, вам звонит ребенок, вы идете, говорит, просто прогуляться, я вам надоело. Говорит, просто делайте это тихо и все. И у нее требования, чтобы были отключены все, убраны любые телефоны, все это, ну чтобы не было никакой, вот она любит, чтобы писали много под диктовку и так, чтобы ломаются карандаши пока пишешь. Ну и что, закончим еще что-то будет, люди? Нет, но я еще хочу рассказать про наши будущие работы. Тогда после паузы. Ну в общем и в целом, есть, она нас сегодня даже поимела, так сказать, поимела, я не знаю, желание сделать нас счастливыми, отпустила на 40 минут раньше. Хотя она никогда не делает. Нет, зайка, это та, которая всегда отпускает, я к ней завтра. А это она выдерживает в 5-10, она нас будет выпускать, я чувствую, и со звонком. Ну в общем, не важно, она очень долго и упорно рассказывала, как нам будет тяжело, но мы должны понять, что мы должны это сделать, что многие на этом классе, наконец, типа, отсеиваются, кто хочет идти, кто не хочет идти в профессию. И вам будет сложно. Я вам говорю, это просто обещаю, я вам гарантирую, что это будет сложный курс, будет много работы, будет много письма. И уже к 18 сентября мне нужно иметь на руках, мы завтра зайка будем, или в пятницу мы будем заходить в школу, узнавать, как найти мой ТИБИ-тест, вот этот, что я на волонтерах тогда сделала. Потому что мне, короче, мне к 18 сентября нужен ТИБИ-тест этот, да. Подожди, так он должен дома у нас лежать? Мы не сделали тогда ксерокопию, мы оригиналы эти не стояли. А я говорю, мы это делаем. Ну, пойдем в школу и попросим, что-то нам нашли, что-то сделали. Ну, я тоже думаю, что что-то, как-то можно это найти, по идее. Или уже тогда пойти туда, где мы делали, и попросить их, у них тоже должно быть это же в базе. Ну, наверное. Ну, в общем, надо найти. И иммунизейшн рекорд нужен мой, какие прививки у меня сделаны, какие не сделаны. И что? Так это надо для нее, для чего? Ей нужно принести, потому что принести ей, она запишет, что это все есть. И принести место, что я уже выбрала место, где я буду проводить осмотр этого ребенка, какой садик. Она сказала, вы можете пойти в частный, она не ограничивает нас. В Дейке, какой-нибудь частный, в Фэмили Дейке. Перед нами сейчас стоит зеленая машина через дорогу, такая танцующая, на которых ездят либо мексиканцы, либо афроамериканцы. В основном это очень часто бывают либо Кадилати, либо Линкольн, на них ставят маленькие колесики, ну, и они там начинают, типа, прыгать, когда тусуются. Если нам повезет, то она повернет перед нами. Вот, ну и чего там? Ну, короче, 18 сентября, это, мне до 18 сентября нужно определиться с преском, с этим договориться, что меня возьмут туда на 2-3 часа на обсервацию. Короче, нам в какой-то день надо поедать. Надо поехать, попроситься. Но она, говорит, обычно горит, типа, не отказывает. И, скорее всего... Есть план. Скорее всего, потом туда же нужно со своими этими, со всеми иммунизейшн рекордами. Опа, подпрыгнула, ездишь? Поднялся такой, чик-чик. Ну, поворачивай быстрее, дядька, мы, может, на тебя смотрим. Блин. Со всем этим прибыть туда, где ничем. Нормальный какой-то был. Вот, такие дела. Так, короче, надо пойти к этой подруге, которая звонила на счет бассейна. Как ее зовут? Оля. Куда Максимка ходит? И туда пилить столько. Зайка, у нас рядом столько прысков, да? И что, Максимка осмотр провезет? Почему нет? Ну, так мы можем... По крайней мере, если мы пойдем в рядом и нас не возьмут, то мы можем... Толя, тут чисто это... Так у меня адрес есть, Зай, а Толе там ничего не зависит. Мы можем подъехать и прямо там узнать. Ну, как не зависит? Все-таки это ее ребенок. Моя знакомая с моим ребенком посидит чисто, разрешите? Ну, Зай, одно дело, ты приходишь в незнакомую эту самую... Да, она сказала, что типа... Не должна отказываться? Да. Что это нормальная практика, типа... Ну, естественно, при себе там нужно будет документы, слух, нет? Ну, я думаю, мы здесь будем будет. И, короче, под конец у меня уже и голова стала болеть, и я уже... И очень душный класс, и прямо в нем не то, чтобы... Не кондиционера, как будто кислород для нее поступает. Ну, или это уже от всего, от этого, от усталости. Ну, а в конце она сказала... Вообще, вы же, знаете, что я очень плейк с Бобперсом, ну, типа, она очень гибкая, говорит. Я, говорит, в отличие от других профессоров, она, говорит, я даже принимаю работы, которые позже сдаю. Я, говорит, очень добрая и хорошая. И вообще, ну, все сидят такие, знаешь, как бибиты, смотрят на них. Она говорит, давайте тогда вот, чтобы немного расслабиться, расслабимся и разойдемся. Поиграли мы в игру, типа, три факта о себе нужно было написать. Три факта. Два факта, которые правда, и один, который неправда. И, значит, ты встаешь о себе, говоришь их, а класс угадывает. Вот. И что, вы угадали тебя? Ну, никто не угадал, потому что, ну, мне кажется, никто не мог предположить, что в Америке у кого-то драйвовая рафельница нет. Но не поверили, что у нас на балконе живет белка. Я написала, ну, я встала, представилась, что, типа, я Марина, у меня трое детей, у меня на балконе живет белка, которую я кормлю каждый день без 27, и у меня нет драйвовая рафельница. Все такие, ха-ха, белки нет. А ты такая, ну что, лошары, съели, блин. А, это самое, сервантис потом, когда, ну, все там начали, ну, смею, я показывала видео, где Катарина елку кормит у нас, это самое. Ну, сервантис такая говорит, я очень-очень надеюсь, что когда ты будешь, типа, ну, градеет горит, что у тебя уже будет, типа, ну, райзом. Я говорю, я сама, говорю, на это очень-очень надеюсь. Но если я, говорю, так будет тяжело и много учиться в вашем красе, то я точно не знаю, когда я смогу их поручить. Ну, ничего, ничего. Я этот класс, говорит, она люблю. Этот класс, он для меня как индикатор тех, кто может быть в профессии или кто нет. А вы знаете, говорит, почему я вот так вот, говорит, очень сильно, типа, ну, она слово сказала, но я его честно скажу, я его значение для себя представляю, повторить не могу, да. Ну, короче, вот, как бы описать, почему я так требовательна к студентам, почему я их, типа, так, ну, прям, вот, очень-очень, типа, терзаю. У штруны. Да, потому что она говорит, я сама очень вовлечена в профессию, я люблю свою профессию. С детьми я поработала, она была принципом в школе, она была, как Антоша сказала, вот этим. Это директор называется. Вторым принципом. Вайс, вайс принципом какой-то. Короче, директор и помощник директора. Она поработала, как тот, кто в социальных этих сферах работает, приходит на дом с детям, с десабилицей. Ну, короче, у неё обширный опыт. Плюс она давала вебра тренерам тех, кто и решил вернуться в образование. Ну, типа, мне 40 лет, я решила пойти продолжить своё образование. Ну, в общем, она, и она говорит, но самое, говорит, главное, почему, говорит, я на вас на всех подозрительно смотрю, да, и, говорит, и требую много, потому что, говорит, у меня, говорит, у родшей девочки сейчас 20 месяцев, да, и она, говорит, я, говорит, просто представляю, вот хотела бы я, чтобы, типа, ну, к тебе попал мой ребёнок или нет. И она, говорит, я очень-очень требую себя. И, говорит, и вы перестанете меня осуждать, когда посмотрите на это со стороны вот такой вот, что ты, вот, кому бы ты хотел, к тому, кто, типа, там, ха, это неважно, там, или ещё что-то. Ну, и опять она полчаса уделила тому, что рассказывала, что всё, что в классе рассказывается, всё, где в классе она что-то узнает, она, говорит, я должна репортить, поэтому, говорит, думайте, что вы говорите. Думайте, что вы говорите о себе, думайте, что вы рассказываете. О, там, типа, я, там, ага, ну, говорит, бывает же, что люди сидят, разговаривают о чём-то, рассказывают, вот, там, видел вчера, моя, там, соседка, типа, отшлёпала сына, ну, к примеру. Она говорит, даже ты не мне рассказывал, но я мимо шаг. Она говорит, я не могу оставить это без сну. И я, говорит, я должна дать сигнал. Вот такая прикольная система. Это такой, ну, короче, тяжелый день. Пойду карту разобрать. А паузы мы делали для того, чтобы докупить какие-то канцтовары. Потому что без дырокола моя учительница не представляет успешного студента. Да, это по успеху студента, учительница. Такой же дырокол нужен Антоше. Он стоит доллар 18. Вот, еще там мы покупали какие-то тетрадки, папки. Две тетрадки и папки. Это все обошлось. В общем, да, кстати, тетрадки мы купили в долларовом магазине, только не в центах, а которые доллар 3 называется. Но тоже все по доллару. А вот дыроколов мы не нашли, потому что... Когда они не надо, они там висели за игру. Как надо было, так и в центрах не было, и в этом. И поэтому мы заехали, купили в Волмарте его за доллар 18. Но я хочу сказать, что если собирать ребенка в школу в Волмарте, то вот как мы говорили там, ну, 10 долларов можно потратить, 15. Все зависит от того, что ребенок хочет купить. Потому что до 6 класса вообще больших требований нет. Он может ходить с тетрадкой, он может ходить с листиками, он может ходить с папкой, там, с карандашами, с фломастерами. Но все, в принципе, дается и в школе. Оно не в принципе дается, оно дается. Допустим, вот мы с Сашей, Саша у нас 3 года отходил в киндергаден. Тикея, киндергаден и первый класс. Да, мы покупаем рюкзаки, мы покупаем пеналы. Это потому что, ну, он освежает, ну, я не знаю. Он понимает... Он собирается в школу. Да, ему надо вот это вот все действие. По идее, он свой пенал прошлогодний, да? Я не разу, не видел, чтобы он доставал. Он, когда в конце года разбирал их рюкзаки, он выглядел как новый. Но все равно это движуха какая-то. И поэтому, скажем так, вот что они до 6 класса захотели купить, там, выбрали какие-то карандаши, ручки, стирки. Все это стоит, ну, порядка 10 долларов. Но если это начинать покупать в Волмарте, то это может стать в полтине. Вот. А вот уже в 6 классе уже есть определенный список определенных вещей. То есть не только, что там ты хочешь карандаш, ручку. Но надо вот дырокол, надо определенные папки. Но, Зай, все равно получается, мы покупали этих центов, даже в 6-й раз мы уложились там, ну, 20 центов примерно нет. Я просто говорю к тому, что уже в 6 классе появляются какие-то... Нет, нет, да. Надо специальная папка, надо специальная цитратка, надо то-то, то-то, 5-е десятки. Но с формой, короче, она тушь, наверное, долларов 100, как раз, нет? Нет, нет. Но, Зай, ну, мы за формой только 45-е. Ну, констовары ему, ну, двадцатку максимум. Вот такие дела, задавайте вопросы и рюкзак. Да не будет даже сутки сара. Ну, да, рюкзак сара. Ну, копеечный. Вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New Life is My Life. И увидимся в новом блоге. Всем пока-пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...